Особое мнение на 101FM Добро пожаловать! Участвуйте! Управление дорожной и парковой инфраструктуры нашего города Тут и дорожная деятельность, содержание, ремонт, капремонт, реконструкция, строительство дорог, обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения Содержание и благоустройство территории общего пользования, осуществление функций специализированной службы по вопросам похоронного дела и так далее И кроме того, кураторство над проектами безопасной и качественной дороги и формирование комфортной городской среды Просто громадные какие-то полномочия у новой структуры Справится ли она? Насколько это все целесообразно? Объединять все эти обширные функции Вы знаете, насчет справиться или не справиться Я думаю, что в любом случае справиться Просто, насколько это будет эффективно Мы можем только спустя какое-то время По делам потом судить То, что ее возглавил Гутнов, который зарекомендовался по ремонту и город Киров По программе безопасной и качественной дороги занял Пятое, по-моему, если мне память не изменяет Пятое или шестое место по стране По проведению данной программы Я считаю, в том числе, это и его заслуга Поэтому то, что как управленец Он, наверное, справится Насколько вопрос эффективно Объединять все и кладбище, и дороги И зеленые хозяйства Да, то есть Проблем у нас на самом деле везде много И с дорогами, и с тротуарами И с озеленением города То, что мы видим И с кладбищами То есть у нас та же история, что и с полигонами То есть они практически все закрыты За исключением одного Поэтому, на самом деле, объем работ большой Ну, не знаю, может, будут какие-то преобразования По ходу Что-то будут выделять в какие-то отдельные организации Еще что-то Ну, по истечении какого срока Можно какую-то уже объективную оценку давать В новой структуре в составе городской администрации Сколько? Полгода, год должно пройти По вашей оценке Я думаю, что должен пройти сезон Если это озеленение То это должен пройти сезон Вот именно озеленение То есть цыплят будем по осени считать Да, с весны до осени То есть что сделано, что снесено Что там Высажено Да, высажено То есть вот у нас Проблема же в том, что каждый год Стосятся там более тысячи деревьев Тысяча, триста, тысяча восемьсот деревьев Высаживаться меньше То есть, ну, на самом деле Вот я считаю, что это Должна быть у всех большая озабоченность Поэтому, что Ну, чтобы мы не превратились В одного из самых зеленых городов В какой-то вот каменный мешок Поэтому я думаю, что тут проблем много Тут именно достаточно досконально Тщательно заниматься В том числе и озеленением Поэтому говорить сейчас Сейчас мы ничего не увидим Ничего не Не сможем увидеть того Что они могут сделать Поэтому В общем, должно пройти какое-то время Чтобы давать оценку Я считаю, да По крайней мере, вот сезон Дорожный сезон прошел Мы видим, как сделаны дороги Что сделано, как сделано То есть, поэтому Вот, как-то так Следующая тема Я так понимаю, что спецслужбы города Сейчас живут в ожидании снегопада Прогноз погоды говорит о том Что завтра у нас в городе будет Около ноля градусов И большой снег ожидается Еще в конце прошлой недели Глава администрации Илья Шульгин Распорядился крыши почистить Дороги, тротуары График составить И убрать все В течение недели Довольно жесткие такие рамки Вот в связи с этим вопрос Вообще, город способен Во всеоружии снегопад Встретить Прогноз, я думаю Оправдает себя Либо, несмотря на все усилия Мы опять окажемся В каком-то коллапсе Дороги, тротуары, крыши И так далее Я сегодня прошелся по центру города Не видел, что крыши чистят Ну, я вот как раз видел В центре города чистят крыши Но, знаете Вот я считаю Пока в этом году Нам еще везет У нас снега Таких больших снегопадов Еще и не было, наверное Да Снега не много Поэтому, говорить Справится ли с коллапсом Ну, надо дождаться Вот того снегопада И посмотреть Ну, я То есть давайте Проблемы решать В амире их поступления Да Такую позицию придет Я считаю, что Само то, что сейчас Единый Подрядчик на уборку города То есть это Ну, должно как-то Быть от этого Какие-то плюсы То есть Есть конкретная организация Муниципальная организация ГДМС Которая, в принципе Вот если даже Коллапс какой-то произойдет То они будут За все отвечать Как Вот именно они А не субподрядчики Субподрядчики Они пускай сами Между собой Разбираются Субподрядчиками Но Есть Организация Которая Выиграла Контракт на содержание Поэтому Тут, конечно То есть Спрос будет с них То, что касается Крыш Ну, это Вопрос в первую очередь К управляющим Компаниям Которые Ну, у нас Всем известно Есть там Добросовестно Есть не очень Поэтому Ну, я считаю Что часть управляющих Компаний Например, вообще Нужно Ну, изымать у них Лицензии И просто Вот как-то Ну, чтобы они Чтобы они уходили С поля деятельности Ну, на самом деле 500 тысяч Человек На наш город Там Больше 70 Управляющих компаний Ну, мне кажется Это очень много Поэтому У некоторых Управляющих компаний Просто нет там Сил Средств Почистить крыши И поэтому Ну, вот мы Видим Происходит то Что происходит А то, что Чистят Ну, поживем Увидим На тему уборки Улицы от снега Мы накануне Разговорили В программе Дневной разворот С членами региональной группы Общественного контроля Новый состав Там, да При общественной палате Кировской области ГДМС Были претензии В частности Связанные Где Вот тот самый Центр управления Производством Или производством Как он правильно называется То, что Он должен быть Существовать Прописано прямо в договоре С муниципалитетом Но вот никаких Движений в эту сторону Пока вроде нет И что это такое Пока тоже еще Неизвестно Хотя уже вот Пара месяцев Как контракт этот На 20 месяцев Он реализуется уже Ну, я думаю Что создадут В ближайшее время Но я предлагал Администрации На все Снегоуборочные машины Которые существуют Которые занимаются Чисткой города Сделать ГЛОНАСС Установить Приборы И как-то сделать Это может быть Даже Открыто С какой-то На сайте Может быть Там Администрации Чтобы люди видели Чтобы они могли Ну, так скажем Зайти и посмотреть А убирали ли данную улицу Когда убирали В какое время убирали Какая машина Может быть убирала Если даже Писать какие-то Жалобы В администрацию Или там Тем, кто Подрядчикам Кто занимается Уборкой города Это хотя бы Будет обоснованно Что у нас там Проезжала по улице Такая-то машина И допустим Некачественно Самая Прочистила Иногда мы видим Там они С поднятыми ножами Ездят по городу Это, конечно Не так часто Увидишь Но Тем не менее А это ведь По-моему Уже реализовано Это реализовано Но это надо Просто сделать Открыто Чтобы Общедоступный сайт Какой-то Общедоступный сайт Чтобы Я, допустим Проживая на такой-то улице Я могу зайти Посмотреть Что Допустим Два часа назад У меня проходило И чистил Понятно Что это не всем Наверное Там интересно Но по крайней мере Кого это интересует Чтобы они могли Спокойно Эту информацию Получать Чтобы не было Лишней напряженности Жителей Что у нас не чистят А у нас там еще что Чтобы Снять вот эти Лишние Перепалки Между Администрацией И жителями Поэтому Надо сделать Просто Это все Прозрачнее И понятнее Чтобы люди Могли действительно Убедиться Зайти Убедиться Что там Там очищать Или какой-то график Когда вот Как у нас По остановкам Пытаются же Сделать Что там Через пять минут Подойдет автобус Так и здесь Что через там Ну к примеру Есть же график Что через там Два-три часа Вашу улицу Сюда придет Снегово-борочная техника Ну вот как-то так Там же общественники Еще говорили О других методах Контроля И видео И онлайн видео Картинка С видеорегистратором Ну это конечно здорово Но нам бы хотя бы То что вот Есть То что достаточно Просто сделать Я считаю На всех Снегово-борочных Машинах Сейчас Требования администрации Ставить эти приборы Учета Просто их надо сделать На мой взгляд Открыто И доступно Чтобы Это не Военная техника Которая там Засекречена Да То есть люди должны Видеть Где она Ездит Что она делает И кому это интересно И тем самым Администрация Просто даже Снимет с себя Лишние какие-то Вот эти Претензии Когда Ну вот Человек может Зайти Убедиться Да И ну Соответственно Вопрос сам собой Как бы Если я не ошибаюсь Несколько было уже Попыток создать Такие площадки И год И два По-моему назад Сейчас Не могу точно Вспомнить название Сайтов Но такая возможность Была Я считаю Надо все И сделать именно так Даже помню Сам заходил И натыкался Там по-моему На два-три трактора Которые просто стоят Я не знаю Передатчик с них Этот спутниковый Снят или что Непонятно Движутся Возможно Поэтому я говорю Чтобы вот Все эти вопросы То что касается Там Муниципального Пассажирского транспорта Снеговой уборочной техники Все что волнует Кировчан Надо сделать Чтобы они Контролировали В конце концов Это все делается Давайте начнем На их деньги На деньги налогоплательщиков И делается На То есть Они должны видеть Как у них Когда у них придут Когда у них почистят Когда там Ну вот Они должны это видеть И тогда Тем самым И администрации Высвободится время На вот На лишнюю там Переписку Что вот А у нас не чистят Вот зайдите И посмотрите Что чистят Например То есть вот Мне кажется Такие вещи Просто навнедрять И снимать Вот это Допряжение Администрация И вообще Власть Она должна Такая Быть Понятна Открыта И вот Чем Больше Так скажем Вот Вот этой Открытости Тем меньше В принципе И Социальной Напряженности Меньше вопросов То есть Меньше вопросов Конечно Денис Ерохин Депутат Кировской Гордумы Представитель постоянной Комиссии Гордумы По транспорту И жилищно-коммунальному Комплексу Если сокращенно Ее называется У нас Небольшая пауза Сейчас полминуты И продолжим Я хочу еще продолжить Разговор об уборке Улиц областного центра От снега Администрация требует Чтобы количество работников Было увеличено И количество техники И ГДМС Если не ошибаюсь Закупил Новую технику Известно что-то об этом ГДМС В конце года Советом директоров Было принято решение О закупке Новой техники Для нужд ГДМС Потому что Ну на протяжении Там последних лет Если даже Закупалась Какая-то техника То она закупалась Почему-то бушная По цене Подержанная Подержанная Закупалась Там например Там фреза Дорожная Там закупалась По цене новой Старая фреза Которая стоит Старая фреза Стоила дороже Чем Чем Новая Да То есть вот такие истории Ну в принципе Это все тоже через систему Закупа Это все тоже самое Что и было Во всех мопах Там ГДМС Ничем не отличался Там Никогда ГДМС Не давал Никакой Там Существенной Прибыли Для бюджета По Я сейчас могу сказать Не по концу года А за 9 месяцев работы Контракты Контракты В этом году ГДМС Взяли без торгов И соответственно Вот И при Обороте 1,2 млрд Прибыль 120 млн То есть это 10% Грубо говоря Если бы Заявлялись Какие-то Компании В плане Там И Шло Понижение По Торгам Да По сумме То ГДМС Бы тоже Была близко К нулю Но Также ГДМС Это не означает Что у нее прибыль Там ровно 10% ГДМС Выполняет Кучу Таких Функций Жизненно важных Для города Как допустим Там Не знаю Построить Там Дорогу В короткий срок Вот к манежу Например Они строили То есть есть Какие-то В том числе Есть какие-то Может быть Некачественно Проработанные Сметы Которые ГДМС Действительно Там Уходит Ну если Не в убытке То в нули Да То есть Поэтому Как бы Радует То что Сейчас На ГДМС Там Ну Новый Директор И Этот директор За 9 месяцев Мы можем Говорить Что мы Видим Прибыль Которую Он показал 120 миллионов И Сейчас По-моему На 100 Почти на 190 Миллионов Закупается Будет Закупаться Техники В лизинг Причем На достаточно Выгодных Условиях Раньше Почему-то Техника Покупалась Через Чаще всего Через Какие-то Кредиты Броня кредитов Хотя Лизинговая Процентная Ставка На порядок Меньше Вот И Техника Покупается Как для Дорожных Работ Там Асфальтов Укладчик Так И Для Непосредственного Строительства Дорожного Да Для Строительства Это Как раз То Чем Занимается ГДМС Так И Снега Уборочная В том числе Для уборки Города Подает Контракт Поэтому То что Происходит Обновление Ну Соответственно Значит ГДМС Будет Жить И Будет Развиваться Потому что Ну Невозможно Не обновляя Технику Там И В 2019 ГДМС Насколько Мне известно ГДМС Планирует Там Уже Выполнить Там Шабот На Более На большую сумму Увеличить Больше чем 120 Да Нет Больше чем Он В этом году Выполнил Например На там Миллиард 200 То на следующий год А Оборот Увеличить На следующий год Планируется Там Миллиард 500 Миллиард 600 То есть Это говорит О Развитии Предприятия Так как Предприятие Сто процентным Собственником Данного предприятия Является Муниципальное образование Город Киров Соответственно Но вот Предприятие Так можно сказать Оживает После Вот Там Десятилетнего Правления Чудо правленцев Поэтому Полный Надеясь Что ГДМС Станет Мощной Организацией И У нас Не будет Неснежных Коллапсов И будут Отремонтированы Деньги Простите За банальный Вопрос Прибыль Которую Получает ГДМС Она Полностью Идет Муниципалитет Единственная Какая-то Часть Оставляется На Развитие В том числе На Приобретение Средств Допустим На первоначальный Платеж По лизингу Например То есть Там Необходимо Внести Первоначальный Платеж На внутреннюю В общем Хозяйственную Деятельность И в том числе Все таки 120 миллионов Это можно сказать Почти Если эти деньги Полностью изъять Это практически Один новый Детский садик То есть По штабах Если посмотреть Поэтому И я больше чем Убежден Что и Все предприятия На протяжении Тем более Вот тех Таких Хороших Времен Когда там Денег у нас В стране Было Много И Все у нас Активно Строилось И развивалось Но вот это время К сожалению Потеряно Вот в то время Все вот такие Предприятия Как ГДМС Конечно Можно было поднять Там И оно бы сейчас Было такое Мощное Устойчивое Предприятие Которое бы Справлялось Любой Задачи Поставленной Там Главой города Главой администрации Вот Но К сожалению Возрождается Оно Только Первый 2018 Ну Раз уж мы заговорили О муниципальном Предприятии ГДМС Я предлагаю поговорить И о других МОПах В прошлом 2018 году Очень много было новостей Связано с ними Ну В частности Мы помним Недовольство Сити-менеджера Ильиша Легина Планами по Зарабатыванию денег А вернее Отсутствием этих планов В конце В конце лета 2018 года Вдруг выяснилось Что Ни один МОП Ну Или там Практически Ни один МОП На 2018 Не ставит Перед собой Задачи Заработать Вот сейчас Когда уже 2018 ушел Что сейчас будет Подбивание итогов На 2019 Какое-то понимание Уже есть То есть Есть полностью Финансовый анализ Всех этих Предприятий Поэтому Я думаю Что все МОП Они вот В течение 2018 Год активно Так скажем Перетрясывались В плане И директоров И в плане Там По Там Органы Правоохранительные Там Выявляли Какие-то факты Коррупции Я думаю Что органы Наверное Еще не закончили Выявление Этих фактов Я думаю Что 2019 год Они продолжат Это активно Делать Почему-то Мне кажется Даже В каком-то Таком Усиленном Режиме Мы услышим Больше уголовных Дел Давайте уточним Мы сейчас Какие МОПы Имеем ввиду Мы имеем ввиду Оскандалившиеся ЦДС Оскандалившиеся ЦДС АТП Вот В них Ну Это вот Потом Мы даже Вот я говорю Что мы с вами Уже обсуждали Что Даже МОП Кристал Которая Муниципальная Прачки Они И то Там Возбуждена Директор 208 Статья По По превышению Да По превышению То есть Ну вот Казалось бы Чего-то можно Вот Как бы Химичить Но Тем не менее Даже Там Они Умудрились Это Делать Поэтому Я думаю Что 2019 Год Продолжится Вот Такими Историями Я думаю Что может Там В администрации Кого-то Это Коснется Бывших Сотрудников Администрации Кто участвовал Так или иначе В этих схемах Потому что Все МОПы Они в любом случае Подконтрольны Администрации Поэтому Вот А то что Сейчас Да Есть Действительно Там Эффективный МОПы Но Как правило Это все Зависит От От Управления То есть Ну Как Любое Предприятие Все Зависит От Директора От Кто Стоит Во главе Конечно Поэтому Вот Взять Гостиницу Вятка Например У Гостиницы Вятка Заполняемость Больше 50% Они По 2018 Году Вышли На Заполняемость Последний Такой Показатель Был В 2008 Году То есть Они Постоянно Что-то Делают Постоянно Обновляются Постоянно Еще Что-то Но К сожалению Там Под боком Построили Частную Гостиницу Но Имея Муниципальное Предприятие В виде Гостиницы Ну Разве Это не Коррупция Что Строить Под боком У нас Особенный Город У нас Два Колеса У нас Два Колеса Есть рядом Муниципальный Любой Собственник Это частная Гостиница Вы дадите Строить Гостиницу Если рядом Ваш земельный Участок А рядом Ваша Гостиница Ну Наверное Нет Потому что На этом месте Можно было Разместить Какой-то Конференц Зал Еще Что-то Еще Если уж Даже строить Там все было Сделано Спланировано Все было Как говорится Устоявшись Ну Вот За Какие-то Вот У нас К сожалению Появлялись Вот такие Как там Гостиницы Типа Хилтона Которые Сейчас По-другому Называются Еще что-то Но Не думалось О том Что Что это МОП Что это Государственное Что Вот это Должно Развиваться И вот Ну Понятно Если уж Не бороться С частниками Ну По крайней мере Их сюда Как бы Не пускать У нас Город Не маленький Строите На другом Конце Денис А что касается Других Крупных МОПов Например Центрального Рынка Возможно У депутатского Корпуса Есть Отдельное Видение Планы Потому что Сейчас Ситуация Насколько Понимаю В таком Замороженном Состоянии Находится После Многих Многих Лет Разговоров О том Что давайте Его продавать И так далее И тому подобное В 2019 Году Что будет Происходить С центральным Рынком Ну То что Новый Глава Администрации Остановил Продажу Центрального Рынка Я считаю Что И в конце Августа Прошлого Года Там Директор Директор Другой Другой Директор Сейчас Там Производится Насколько Мне Известно Полностью Ревизия Того Рынка Насколько Мне Тоже Известно Что Значит Большинство Площадей Занимаемых Предпринимателями Не совпадали Там Уж Говорить О том Что Доплачивали Они как-то Мимо Косы Или Это Уж Как говорится Дело Аудиторов И правоохранителей Что значит Не совпадали По бумагам Одна площадь По договору 10 метров А фактически 20 Вот сейчас Вот эти все Оплатят за 10 Оплатят за 10 Конечно То есть И вот Знаете Вот в том виде В котором Он сейчас Есть Ну Наверное Это уже В областном Центре Ну Это минимум Там Если сказать Некрасиво Это наверное Ничего не сказать Да То есть Это уже Какой-то Каминный век Да То есть Вот эти палатки И какие-то Еще что-то Все равно Как-то Надо делать Там более Цивилизованно Более Чтобы Это было Действительно Место притяжения За какими-то Ну Такими Качественными Свежими Ну Много было Да Мнений За то Что Экологически Чистые продукции Фермерские По крайней мере То что Сейчас Речь не идет О его Какие-то Передачи Там Какой-то Продажи На сегодняшний день Этот вопрос Насколько мне Известно На повестке У города Не стоит То есть Рынок Планируется Развивать В рамках МОП В рамках МОП Ну В рамках Акционерного Общества Где 100% Как бы Собственник Город Муниципалитет Так или иначе Да Денис Ерохин Представитель Постоянной комиссии Гордомы по транспорту И жилищно-коммунальному Комплексу У нас сейчас Рекламой Мы через полторы минуты Вернемся Особое мнение На 101FM Мы сейчас С Денисом Ерохиным В перерыве Заговорили О росте тарифов ЖКХ Я хочу сейчас В эфир вынести Эту тему Да Новый год Вот нам Один из таких Негативных моментов Преподнес Хотя с другой стороны Традиционно происходит У нас в начале года И после шестого месяца Да С первого июля Вот например Депутат СОЗС Четвертого и пятого созывов Дмитрий Русский В нашем эфире На прошлой неделе Заявил Тарифы растут Потому что мы не протестуем Прям цитату могу провести В Питере В Москве Севастополе Есть активная часть населения Которая сразу выйдет на улицу На улице А в регионах И это знают федеральные чиновники Никто никогда Никуда не выйдет И поэтому здесь можно отжимать По полной И тебе ничего за это не будет Вы тоже уверены в том Что если бы массовые протесты были То рост тарифов ЖКХ Он бы остановился Или какие-то другие методы Может быть отчасти Дмитрий Михайлович прав Но я в первую очередь Считаю за цивилизованный Подход Решение Но к сожалению Каждое первое января Протест нам тоже цивилизованный В конституции прописано На мирное шествие Митинги Каждое первое Ну допустим По капремонту Многие там протестовали Протестовали Но есть всегда Возможность открыть там спецсчет И ввести деньги С этого фонда Где они просто Лежат мертвым грузом И там И люди уже воспринимают Это как налог А не как Какой-то Ну когда там Говорят что Очередность там Вашего дома В 2040 Или там 45-й год Ну То есть Такой Несозидательный Такой посыл Да То есть Ну это уже Каким-то То есть У нас Все такие Вещи Они Ну вот К сожалению Долго не живут Вот пример Там Вот мы только что Обсуждали Пример ЦРО Да То есть Были раньше Строительные лицензии Потом Строительные лицензии Вдруг отменили Сделали ЦРО ЦРО Как всем объясняли Это те организации Это некий страховой фонд Это те организации Которые в случае Если мало ли Где-то Кто-то не достроит дом То ЦРО приходит И его достраивают Вопрос Зачем мы тогда делаем Достраиваем дома Из бюджета Где же Те ЦРО И все вот Те где есть там Обманутые дольщики Вот даже Возьмем в Кире Там Там Автоспецгарант Или там Виктория Или еще что-то Они все наверняка Состояли в ЦРО Давайте обратимся туда Пусть достроят Это ЦРО И вот После таких примеров Я считаю Что фонд капремонта С ихней пассивностью Может Что-то типа подобное Произойти Потому что Я считаю Что Там надо не то Что деньги хранить На счетах Там надо делать Их с опережением Потому что Любые строительные Организации Учитывая Что это достаточно Стабильное поступление Денег Они Можно им там Предложить И отсрочки И прочее Прочее Поэтому И во многих городах Поверьте То есть Они Именно делаются Вперед даже Осваиваются Эти деньги Во многих городах Кстати Техническим Заказчиком Фонда капремонта Является Муниципалитет В виде какой-то Организации Вот у нас К сожалению Мы выносили На комиссию Данный вопрос Пока Вот мы Не можем доказать Чтобы у нас Муниципалитет Например Там в виде Укса Был Техническим Заказчиком Фонда капремонта Что дает Там То есть Фонд капремонта Является просто Как плательщик Ну Будем пытаться Еще То есть Объяснять Доказывать Что это Именно эффективно Потому что Когда Посылают Квитанции Люди их оплачивают А потом Ничего не видят Ну Это Это что То есть Они Ну Вы приходите В магазин За хлеб заплатили А буханку Вам не дали Поэтому Приходите Через три года Приходите Через три года Мы вам ее Обязательно дадим Это в лучшем случае Через три года А то и через Десять Или через пятнадцать Ну Я считаю Что это неправильно То есть Как бы Поэтому И Что касается И по Другим тарифам Вот И К примеру На То что касается У нас тарифов В основном Дорожает По На ЖКХ То есть У нас Куча Управляющих Компаний Которые Ну На мой взгляд Большинство Из них Большинство Из них Просто занимается Сбором Денег И вот Я думаю Что жители Живущие В нашем городе Которых Обслуживают Такие нерадивые Управляющие Компании Они Ну С этим Наверное Полностью Согласятся Потому что Они Прибыль Интересно Считают Они считают Что вот есть Допустим 20 рублей Обслуживание Квадратного Метра У них Есть Там Скажем Миллион Квадратных Метров Вот у них Прибыль То такая Я Со многими Общался И говорил Что Ребята Это не Ваша Прибыль Это Те деньги Которые Вы должны Отработать Людям В виде Услуг Предоставить Им На это Какие-то Услуги Но К сожалению Уже Годами Сложилось Что люди Платят Платят А в случае Если они Не платят Им там Посылают Тут сразу Находится Посылают Там Претензию В суд Приставы Там Прочее 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 Но Когда Речь Доходит О том За что Мы платим То есть Вот тут Пассивность Людей Поэтому Я считаю Что Во-первых Надо более Это мы Подводим итог К тому Как Мы можем Бороться Не то чтобы бороться Но как мы можем Сказать свое слово В ответ На свое Слово Мы можем Создать Если касается Если в Вилле У нас уже Есть Такая Как бы Вещь Как фонд Капремонта То есть Надо открывать Спецсчета Если у нас Есть Какая-то Непонятная Управляющая Компания Надо просто Отказываться Но я считаю Что и власти Должны Помогать Надо Достаточно Активно У таких Управляющих Компаний Отзывать И лицензии И Просто Приостанавливать Их деятельность Чтобы Ну Это люди И они Платят И чтобы Они Ну Не мучились От таких Как бы Не родились То есть Мониторить ситуацию Смотреть Довольные Или недовольные Жители Конкретной Управляющей Компании Если недовольные В массовом Порядке Использовать Законные Методы Впловь До Лишения Лицензии Ясно Так Четыре минуты У нас еще остается Вопросов Много Денис Известна ли вам Ситуация С компенсацией За непосещение Детского сада Ребятами В возрасте От полутора До трех лет На эту выплату Могут претендовать Только многодетные Семьи Но тут еще В куче информации О том что Илья Шульгин Отказался от пиара Деньги На помощь Опять таки Нуждающимся Предполагается Пустить Потом была информация О том что Нет Решение Это Не было окончательным И выплаты Снова вроде как Малообеспеченным Вернулись Но вот Официального подтверждения Пока еще не видел Этой информации Что там происходит Я считаю Что конечно Компенсация Необходима Кто не попал В детский садик Это Ну мне кажется Даже так Необходим кому Многодетным Или малообеспеченным Вне зависимости Многодетным И многодетным То есть как бы Ну понятно В первую очередь Малообеспеченным То есть То есть Это обязанность Муниципалитета Предоставить Детские сады И На сегодняшний день Все равно Кто бы что ни говорил И все эти протесты Которые существуют Но движение вперед Однозначно есть То есть В городе Построено За 2018 год Там Шесть детских садиков Четыре планируются В 2019 году То что Глава администрации Отказался от пиара Ну я считаю Что это абсолютно правильно Там Я уверен Что поискать еще Можно Какие-то Деньги Давайте уточним Все таки От какого пиара Отказался От бюджетных трат От бюджетных трат На 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 сотрудничество Со СМИ Да Там еще есть Уникальная городская газета Которая тоже Наш город есть Да Пожирает Деньги Я считаю Что ее тоже Если раньше Она несла функцию О О Том Что Печатать нормативные документы То сейчас есть Официальный орган Да Который Говорит о том Что Достаточно Публикования На сайте Поэтому Я считаю Что эта газета Тоже не нужна Печатать там Какие-то фотографии Там Депутат Иванов Съездил Посадил дерево Или там Депутаты Провели субботник Я думаю Что это мало Кому интересно На самом деле Часто ли вы держите В руках газету Наш город Официальное издание Не держу Муниципального образования Город Киев Я считаю Я ее смотрел Несколько раз Пролистывал Но это Ну там Поверьте Не знаю Там нечего читать Это мое мнение Может кому-то Это и нравится Но Я считаю Что каждый депутат Он работает В своем округе Сам И вот это Печатание И каких-то фотографий Непонятных И на бюджетные деньги Так давайте Лучше Газету эту прикроем И отдадим Деньги Вот как раз Тем людям Которые Сегодня К сожалению Пока Нет возможности Устроить В детские Садики Поэтому Ну или найти Другие Какие-то Ну на самом деле Льготные категории По эффективности Которым нужна помощь То есть по эффективности Тут Бюджетных трат Тут надо просто Перетерисовать Каждую копейку И смотреть Куда она уходит Вот и все И поверьте Вот Много что В 2018 году Уже сделано Много контрольно Счетная палата Что выявила Но я считаю Что это Далеко Не конец Далеко Не точка И В 2019 году Я надеюсь Что Все эти истории Продолжатся И выявление Нецелевых денег И прочее Поэтому А то что Необходима компенсация Ну мне кажется Даже вот Говорить о том Нужна она или не нужна Но Тут даже обсуждать Ничего конечно Нужна То есть Это мы Спасибо На этом завершается Время нашего разговора Особое мнение Дениса Ерохина Председателя Постоянной комиссии Городской думы По транспорту Жилищно-коммунальному Комплексу Экологии и безопасности Жизнедеятельности Денис Открыт для общения Контакты можно найти На сайте Городской думы Безусловно Так что Можете по своим каналам Искать связи Спасибо Всего доброго Всего доброго Особое мнение На 101FM Субтитры создавал DimaTorzok